24 сентября состоялся седьмой тур в рамках Лиги 2, чемпионата Молдово по футболу, где принимают участие футбольные клубы из Гагаузи. Седьмой тур выдался не особо удачным для футбольных клубов, так как лишь одна команда из четырех сумела завоевать очки. Футбольный клуб «Кангас» завоевал домашнюю победу в матче против команды «Крикова». Счет матча 2-1. Футбольный клуб «Сокол» из села Копчак упустил важные очки в домашнем матче против команды «Слободия Мария». Итог матча 2-3. Футбольный клуб «Маяк» из села Кирсово потерпел выездное поражение со счетом 4-1 футбольного клуба «Кодру» из города Калараш. Счет матча 4-1. Команда «Огуспорт» потерпела поражение на выезде от футбольного клуба «Ла Фамилия», пропустив в свои ворота два безответных мяча. Итог игры 2-0. Восьмой тур Лиги 2 чемпионата Молдово по футболу состоится 1 октября. Начало всех матчей 16-0-0. 24 сентября на площади перед Домом культуры города Камрад состоялся открытый турнир по баскетболу «3 на 3 следи юноши». В открытом турнире приняли участие три юношеские баскетбольные команды в составе четырех спортсменов и одного тренера. Командные соревнования проводились в соответствии с правилами поведения соревнований по баскетболу «ФИБА 3 на 3». По итогам открытого турнира по баскетболу призовые места распределились следующим образом. Сегодня были с лицея Гейдержи города Камрад. Жаль, что с лицея Третьякова не получилось выставить команды. Были с города Чудырлунги, с лицей имени Машкова. Все ребята довольны. Были четыре команды, мы сыграли по кругу. К сожалению, пока что на первое время лицея Гейдержи занял третье место, Кишинев занял первое место, в городе Чудырлунга лицея Машкова занял второе место. Но ничего, только это первый наш турнир такой, пробный. Мы решили, почему поставить перед домом культуру, для того, чтобы как можно больше людей привлечь, чтобы уже знали, слышали, что у нас тоже развивается баскетбол помимо футбола, либо борьбы, либо волейбола, что есть везде. В Камраде баскетбола не было около 26 лет. Надеемся на дальнейшее развитие. Команды-участники открытого турнира были награждены дипломами, кубками и спортивным инвентарем с логотипом Общественной ассоциации спортивного клуба Камрад В чем разница от одиночного вида спорта, таких как бокс, борьба, карате, от командного вида спорта? Во-первых, социальное развитие, независимость, дальше дисциплина, то есть опоздание, строит характер детей, что немаловажно, потому что вы хотели бы, я уверен, что вы хотели бы с твердым характером видеть своего ребенка. Тем самым, то, что вы не можете позволить у себя дома, то есть, допустим, где-то провинился, мы его можем погонять, чтобы он побегал по залу, позанимался мячом, чтобы эту всю злость, всю ненависть он вытаскивал в силу, в физическую силу, которая у него есть. Организаторами открытого турнира по баскетболу среди юношей выступил спортивный клуб Камрад Хорсес при поддержке Общественной ассоциации Академии баскетбола Молдова и Главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии. В целях популяризации такого вида спорта, как баскетбол в Гагаузии, планируется регулярно проводить подобного рода турниры. Ребята справились классно, даже несмотря на то, что кто-то занимался, кто-то не занимался, но на начальном уровне это хороший класс. С начала этой недели уже начались тренировки в четырех группах, которые проходят в новом зале спортивного комплекса города Камрад. Мы будем выставлять, у нас будет четыре команды детей, 9, 10, 11, 12 лет для девочек, 9, 10, 11, 12 лет для мальчиков, по две команды. Также у нас будут любители, которым очень сложно на работе морально, они могут в любой момент прийти, поговорить, кофе, чай попить, провести свободное время. И у нас будет национальная команда города Камрад, которую мы будем выставлять по национальной лиге Республики Молдова. Мы приобрели кольцо, мы приобрели ограждение для нашей же безопасности, вы сами прекрасно знаете. И в данный момент мы планируем проводить намного чаще. Кольцо в нашем распоряжении мы планируем его преподносить раз в две, раз в три недели, пока погода позволяет. Для того, чтобы все видели, это лучше, чем где-то сидеть по барам, либо где-то гулять непонятно с кем, заниматься непонятно чем. Ребята увидели, пришли, мячи в нашем распоряжении, кольцо в нашем распоряжении. Спокойно. Я обучался в университете, есть высшее образование, поэтому буду в будущем детским тренером. Моя задача будет поставить детям технику, правильную выполнение технических элементов. А уже есть набранные? Сколько групп набрали уже? У нас в планах набрать три группы. Две группы мальчиков и группу женскую с девочками. 9-12 лет. Всех приглашаем, всех ждем, любого возраста. Группа у нас будет 9-12 лет, но если будут желающие, мы можем организовать и для них тоже занятия. Открыть мы захотели в Камраде, потому что здесь, как мы знаем, долгое время баскетбола вообще не было, и решили занять эту нишу здесь, в этом городе. А занятие будет платным или нет? Нет, занятие будет полностью бесплатным, абсолютно бесплатным. Задача родителей только привезти, увезти, а остальное сделаем мы. Занятие будет на стадионе? На стадионе, да, в новом стадионе, который построили. Открытый зал, новый, прекрасные условия. Как и любой игровой вид спорта, это командный дух, соперничество. Из физических качеств это, естественно, сила, скорость, выносливость, прыжок. Как в человеке это ответственность. Как и в любом игровом, другом виде спорта, нужно ответственно подходить к процессу тренировочному. Это собранность и настойчивость в своих желаниях, потому что знаем, что в спорте ничего не достается просто. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно прикладывать большие усилия и быть сосредоточенным на своей цели. По словам любителей баскетбола, развитие этого вида спорта необходимо, так как он тренирует командный дух и здоровье. Я посмотрел один раз баскетбол, понравилось и начал заниматься. Почему? В чем фишка баскетбола? Ну, не знаю, понравился мне этот спорт. А вот как начал заниматься, что-то в твоей жизни поменялось вообще? Ну, да, стало интереснее, больше друзей появилось, которые занимаются баскетболом, как бы появился интерес. Вы профессионально занимаетесь или самовучкой? Так, я самовучка, профессионально особо негде. У нас в Камраде в основном только футбол, может чуть волейбола. Есть люди, которые хотят заниматься баскетболом, а играть так. Тем более тренироваться особо негде. Я думаю, что она обязана быть для того, чтобы подрастающее поколение занималось спортом и развивалось физически, так же и морально. Она должна быть, так как, по-моему, все акции по баскетболу либо их нет, либо их вообще очень мало. Я считаю, что они должны быть, так как, я думаю, многие парни захотят играть в баскетбол, так как это очень интересный вид спорта. Я пробовал пару раз до этого играть, и мне нравилось. И сейчас тоже очень понравилось поиграть. Я думаю, если будет место, где можно будет профессионально заниматься баскетболом, и тренер, который сможет подготовить себя на должном уровне, то определенно я бы хотел заниматься им. Около десяти разных видов спорта сменил, и сам популярный, типа футбола. И баскетбол больше всего запал в душу. Просто вот больше всего нравится, и все. Командная игра, командный дух, есть что-то в этом. Я считаю, что многие ребята бы выходили играть. Многие были бы согласны, если бы такое проводилось чаще. Это популярное, мне кажется, направление. В будущем профессиональная команда «Камрад Хорсес», которая будет состоять из профессиональных баскетболистов, будет выступать в Национальной лиге страны по баскетболу. В период 23 по 25 сентября в Кишиневе проходил международный турнир по борьбе с самбо памяти основателя борьбы с самбо в Республике Молдова заслуженного тренера СССР Александра Дога. В международном турнире по борьбе с самбо приняли участие более 150 спортсменов со всей Молдовы, а также из Болгарии и Украины, в том числе младшая группа по борьбе с самбо «Камрадская Дюс США» и самбисты из Казаклия. Спортсмены из Камрада завоевали на международном турнире одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место Николай Мусков в категории 46 килограммов. Третье место Никологла Денис, а также Гурин Артем. Владимир Недялков и Иван Брошков заняли пятые места в своих весовых категориях. Все победители и призеры международного турнира по борьбе с самбо были награждены дипломами, медалями, денежными премиями и спортивной экипировкой. Основные фавориты команды «Камрадская Дюс США» Дарья Влах, Александру Неду 13 октября вылетают на чемпионат мира по борьбе с самбо в ТД молодежи, который пройдет в городе Ереван, Армения. Также на этих соревнованиях приняли участие и воспитанники тренера Петра Узун. Чемпионом соревнований стал Валентин Челингер. 24 сентября в спортивном комплексе села Кангас проходил четвертый международный турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие 120 спортсменов в 16 командах со всей Гагаузии, Приднестровья, Тараклея и Украины. Все чемпионы и призеры международного турнира по вольной борьбе были награждены медалями, грамотами, кубками и денежными премиями. Руководство организации проведения турнира осуществлялось детской спортивной школой села Кангас при Марией села и Главным управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии. В середине сентября борцы детской спортивной и юношеской школы села Копчак приняли участие в международном культурном фестивале Курултай в Румынии в городе Констанца. Спортсмены приняли участие в соревновании Кубок мира по казахской борьбе, которая собрала спортсменов из более чем 36 стран. Достойно проявив себя, ребята заняли призовые места и были награждены денежными премиями. Второе место серебряную медаль завоевал тренер Владимир Ильич весовой категории 55 килограммов. Также серебряным призером стал Чавдарь Григорий. Бронзовые медали принесли Владимир Ангельчев и Николай Калиогла. Целью фестиваля было объединить тюрско-татарские культуры через серию интерактивных мероприятий, способствовать межкультурному диалогу и межэтническому сосуществованию. Сегодня в городе Камрад прошли соревнования по конным скачкам на Кубок Кумур-Ата. Приняли участие очень много участников с разных регионов Молдовы. В соревнованиях участвовали именитые рысаки, которые родом из Гагаузии. К финишу пришли самые-самые сильные. Камраде в минувшие выходные прошли соревнования по конным скачкам и верховой езде на Кубок Кумур-Ата. В соревнованиях приняли участие около 20 наездников из многих районов страны. Особой гордостью состязаний стали орловские рысаки, чья родословная начинается с канифермы города Чедерлунга. Самое главное, было очень приятно видеть наших лошадей здесь. Поймите меня правильно, практически все наши лошади, которые сегодня на празднике, или рождены в Чедерлунге, или их родители в Чедерлунге родились, или уже в третьем поколении. Так что на них стоит штамп Чедерлунга Гагаузия, с чем я вас и поздравляю. И на день рождения без подарка не приходят, вот подтвердила поняшка. Я хочу подарить свою картину примару Сергею Ильичу. Я ее написал именно по этому празднику. Легенда о Камраде. Вот, пожалуйста. Константином знакомым мы очень давно. Заканчивали одно учебное заведение в свое время. Поэтому очень близки духом. У одного преподавателя. У одного преподавателя, классного руководителя. И спасибо большое. Наш символ города, это все-таки черная лошадь. Камрад. Кто не знает, могу сказать эту легенду, ребята. У одного владельца из Камрада была вороная лошадь. Практически на всех скачках она выигрывала. И даже был случай, когда наездник, садник приболел, и на него посадили другого. Он упал, но лошадь все равно пришла первая и подошла к своему хозяину. Ребята, ой, дорогие друзья, будьте здоровы, мы начинаем наше мероприятие. Сегодня у нас записано 4 заезда, 5. 5 заездов. И одна скачка. Заезды – это испытания рысаков в качалках. Вы уже видели, вот эти маленькие экипажики на двух колесах. Ну а скачка – это верхом. Сейчас будет проведено представление участников первого заезда для лошадей двухлетнего возраста орловской рисистой породы. Всегда называются кличка лошади, его родители, происхождение, владелец и наездник. Соревнования по конным скачкам прошли на искусственном ипподроме за городом Камрад. За денежные призы, кубок и дипломы боролись опытные и юные наездники. Заезды были зрелищными и никого не оставили равнодушными. Мне понравилось. Не знаю, как со стороны. Для первого раза. Четвертый. Ну, надеемся, в дальнейшем будет. Надеемся, будем стараться вообще. Ему 2,2 возраст. Зовут лорд. Отец – водопад, мать – Клаперуда. Тише, тише, тише. Мать – Чедерлунги, отец – сам – Камрад. Сегодня заняли почетное третье. Бывали и первыми уже. Заниматься начал недавно. Ему всего лишь 2,5 года. Мне его подарили. Люблин зовут его. И вот с тех пор начал увлекаться этим спортом. Ну, на дорожке мы, может, год уже как занимаемся, потому что пока подрастет. Надеюсь, дальше будем лучше места занимать. Начали недавно, год назад. Конечно, были эмоции, были. Ну, все нормально. Второй раз в этом году берет первое место. В Чедерлунге взял первое место. Четыре года ему. Тренируем. Растем в годовалом возрасте. Взял его. И вот потихоньку занимаюсь. Бедуин зовут его. Жеребец характером, как видите. Планируете дальше развиваться в этом направлении? Да, планируем. Имеем хороших маток. Взяли сейчас кобылы. Будут же ребята, будем заниматься. В настоящих скачках первый раз участвую, но на дружеской встрече был. Один раз. Так, получается, второй. Место не занял, к сожалению, но я не тренировал. У меня была сломана бричка, я не тренировал, как бы качалка была сломана. Но думаю, в следующий раз уже потренирую и, может, что-то возьму. Тяжело очень было, конечно. Страшно. Второй раз на больших соревнованиях. Страшно, конечно. Зовут Пафос. Его отец, брат и сестра взяли второе. Два вторых места, и папа взял первое. Сам молодец. Будем работать, стараться. И, может, это получится. Спасибо всем ребятам, кто приехал, нас поддержал. Наши гости. Действительно, прошло все на ура. Мы все рады, что оно так получилось. Огромное спасибо примару нашему Сергеевичу за то, что помог. Нам в организации этой дорожки и всего праздника этого сегодняшнего. Все прошло на ура, супер. Эмоции, впечатления. Просто рады. Вы по жизни как-то связаны? Да, я сегодня уже взял третье место. Участник и один из организаторов. Здесь нас соревновали, лошади понравились. Купили жеребца, выгнали сюда. Буду в дальнейшем сюда приезжать, развиваться. Соревнования были организованы при Марии и муниципе Камрад. Как отметил градоначальник Сергей Анастасов, традиция проведения конных скачек связана с легендой об основании города. Он также подчеркнул, что такого рода соревнования нужно проводить не раз в году, а намного чаще. На новом месте провели в этот раз. Место прекрасное после дождей. Здесь и трава зеленая. Такое ощущение, что мы весной это делаем. На самом деле уже глубокая осень. У нас не глубокая, начало осенью уже. Мероприятие было великолепно благодарю участникам севера Молдовы, с разных регионов нашей страны были участники. Особенно мне понравилась верховая езда. Очень красиво, благородно. И надеюсь, что на эти мероприятия чаще и шире. Больше верховой езды, больше соревнований. И чаще. Как минимум один раз день города мы будем проводить, но хотелось бы чаще на такие мероприятия проводить. Надеемся, что больше людей у нас будет и подключаться. Хотя и людей было немало сегодня. Мы даже удивились такому количеству наших. Видно, что наши люди живут этими традициями. И долгое время знают наш символ города. Все-таки черная лошадь. Поэтому символы традиций нам нужно сохранять и соблюдать. Ведущим состязаний стал известный коневод Константин Келиш. Многих лошадей, которые принимали участие в скачках, он взрастил на конеферме от Пролян. Сегодня погода прекрасная. Условия хорошие. Людей много. Настроения у людей приподняты. Я хочу поприветствовать всех, тем более наших гостей. И честно сказать, очень было приятно видеть наших воспитанников. Я уже говорил, что практически все лошади, которые выступают здесь, на них можно ставить штамп Мады, Инга, Гаузия, Чадар-Лунга. Вы знаете, всех участников количество точно не назову. Около 20, даже больше, наверное. Здесь есть ребята с севера Молдавии. Это Мандык, Дрокиевский район. Это Приднестровье, Федерация конно-спортивная, Рысак. Здесь Юг, здесь Тараклия, Чадар-Лунгский район. Я не знаю, нет, это Тараклийский район, Камрадский район, Дрокиевский район, Флорешты. Вы знаете, я так навскидку, но география хорошая, большая. Поболить за участников скачек и покататься на лошадях хотели и взрослые дети. Их радости не было предела. Многие отметили, что такие мероприятия нужно проводить ежегодно. В социальной сети увидел объявление и решил посетить это мероприятие. Я люблю конные скачки, лошадей люблю. Недавно был праздник в Чадар-Лунге, там тоже были конные скачки. И вот решил посетить сегодня. У нас федерация, конного спорта Рысак называется. Мы привезли двоих лошадей, с нашей федерации приехали. В четырехлетнем возрасте жеребец по кличке Бедуин выиграл первое место. И на скачках выиграла Пикус Валентина на Кобыле Паника. Как сегодня вообще? Насмотреть интересно? Очень хорошо. Я уже 20 лет хожу на такие мероприятия. Мне уже привычно. Очень хорошая атмосфера прошло все. Погода была очень хорошая, благополучная. Все люди были радостные. Одним словом, прошло все очень хорошо, отлично. Я очень благодарен, что сегодня наш примар отозвался для этого праздника. То, что помог сделать ребятам этот великий праздник для Камрата. Камрат назван честь лошади Камурат. Благодарен ребятам, что они не сдаются, что они не опускают свои руки. Молодцы. Молодежь подтягивают с собой, чтобы в этот конный спорт. Вот у нас новый наездник Никита. Молодой парень тоже начал в этом видом спорта заниматься. Надо учить историю. История у нас Камурат. Камрат. Я очень благодарен всем спонсорам, кто помог этот спорт провести. И очень благодарен всем организаторам. Молодцы. Молодцы. Все молодцы. Почему? Потому что никто не отпускает руки, работают. У них есть еще долго работать. Это труд. Очень серьезно. Это тренировать, это откармливать, это выращивать. Жеребцов. Чтоб они не забывали нашу историю. Поехали. Солстат, который попал лужик. Второй перетом покрупнее. Видите, что там больше лошади собрались. Лужик рожден от жара. И ладушки. На втором месте верфь. Третьим идет Лублин. И рядом кульминация. Только первый круг завершается. Близко не подбегайте. Все видно. Все видно. Сгоит. Кульминация сгоит. Если нужно сделать более 300 очков голубым, это считается сбой. На первом месте лежат. Вторая вверх. Итак, внимание. Жизнь повернится. И поехали. Поехали. Ребята, на первом месте наши гости. Ребята, на первом месте наши гости. Ребята, на втором месте Велика, Скамбрат и на третьем Чеботар, Чебешвия. Ребята, на первом месте наши гости. Ребята, на первом месте наши гости. Валя, не гони. Валя. Валя, не гони. Валя, не гони. Валя. Субтитры делал DimaTorzok Победители во всех заездах получили денежные вознаграждения, дипломы. А за первое место в верховой езде вручили кубок. Ее обладателем стала наездница из Приднестровья Валентина Пикус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА